У нас в гостях Александра Гудимова. Александра, с какой продукцией вы приехали на эту выставку и что ждете от этой выставки? Мы презентуем наши все четыре торговые марки. Это Бианова, Олайт, Новосвит и Чикоров. И в этом году мы подготовили много новинок. Мы выпустили протеиновые супы быстрого приготовления, порционные, также порционные шейки. Все эти продукты с абсолютно чистым составом. Они все обогащены очень интересными продуктами, такие как растительные белки, инулин, отруби. Все это соответствует той тенденции, которая сейчас развивается на российском рынке. Это снакификация, а также интерес нашей аудитории к продуктам с правильным чистым составом. А вот как раз таки про состав. Сейчас в тренде экологичность. Как вы следите за экологичностью вашей продукции? Если не следите, то как в дальнейшем будете? Сырье наше экологично, чистое. Во-первых, мы используем только растительные ингредиенты, именно в этих новинках, которые я вам сейчас озвучила. Что касается упаковки. Сейчас идет тренд на перерабатываемую упаковку. Мы стараемся соответствовать. Мы ищем новых производителей пленки, которые смогут нам обеспечить длительный срок годности нашей продукции, при этом, чтобы она была биоразлагаемая. Это достаточно острый вопрос. Мы чувствуем этот запрос от наших конечных потребителей. Мы постоянно получаем обратную связь, что ваши продукты очень высокого качества, нам очень нравится их употреблять, но мы хотим получить от вас перерабатываемую упаковку. Мы сами упаковку, естественно, не производим. Это наши поставщики, подрядчики. Сейчас активно с ними ведем переговоры, потому что проблема в том, чтобы гарантировать длительный срок годности, необходимо очень плотная, порой многоразовая, трехслойная металлизированная упаковка. И здесь нам приходится выбирать, или мы гарантируем длительный срок годности при отсутствии консервантов и красителей, или же мы делаем какой-то продукт, который имеет консерванты и красители, но с перерабатываемой упаковкой. Но это не входит в стратегию нашей компании, нашего бренда. Мы себе такое позволить не можем, поэтому мы ждем какое-то предложение от производителей пленки, чтобы это была как долгоиграющая история по хранению, так и биоразлагаемая. Александра, спасибо вам огромное. Спасибо.